Мосгордума поддержала сегодня законопроект, который защищает медицинских работников. Нападения на врачей или угрозовых адрес могут обернуться уголовной ответственностью вплоть до пожизненного заключения. По данным Департамента здравоохранения, только в столице ежегодно фиксируется более 200 таких случаев. Инициативу московских депутатов теперь предстоит рассмотреть их коллегам из Нижней Палаты Российского парламента. Все подробности у Веры Морозовой. Столичная скорая. Только у одной бригады в день по 20 выездов. С собой чемодан лекарств и планшет с тревожной кнопкой. Оскорбления и угрозы. Угрозы расправы физической. Выгоняют, толкают. В Саратове девушку-фельдшеру вместо больного в квартире встретили пьяные мужчины и хотели они совсем не лечения. При этом врач просто обязан оказать медицинскую помощь. А кто поможет ему? Медработникам предлагают дать особый статус родни полицейским, который защитит их на законодательном уровне. Работу медиков можно сравнить с работой полицейских. Они ответственны за чужую жизнь. И в случае нападения пострадает не только врач, но и пациент, которому он вовремя не окажет помощь. Для этого новый закон, как предлагали ранее, принимать не нужно. Достаточно внести поправки в уже существующую статью Уголовного кодекса. Как это будет работать? Даже за угрозу в адрес врача штрафовать на 200 тысяч рублей или сажать в тюрьму до пяти лет. Сейчас за такое обидчик получит максимально два года, а то и вовсе отделается условным сроком. За побои в новом проекте предлагают вдобавок назначить исправительные работы. Первый удар был в бровь, второй удар был в нос, когда он нос с ним сломал, а потом он бил его по голове. Череповец. Родственник пациентки набросился на врача с кулаками. Довел его до больничной койки и получил срок. Полтора года. Подмосковному рецидивисту, который избил рентгенолога до неузнаваемости, грозит до пяти лет тюрьмы. Согласно новой инициативе, за такие серьезные травмы отправить за решетку могут на срок до 12 лет. Самое суровое наказание за покушение на медработника. Пожизненное заключение. На сегодняшний день пожизненное наказание применяется достаточно нечасто. Это особо тяжкие статьи. Терроризм, это убийство с отягчающими обстоятельствами двух и более лиц. Это организация преступного сообщества, то есть создание мафии. По мнению парламентариев, такие меры должны остановить обидчиков. За последний год в стране зафиксировано более 1200 нападений на медработников. Все сегодня знают. Нападешь на правоохранительного органа сотрудника, тут же получишь уголовное дело. А по медику еще 50-50 будет, не будет. Поэтому подумаешь, там ударил пару раз. Сейчас все будут знать. Напал, сядешь в тюрьму. Однако возникает вопрос и об ужесточении ответственности самих врачей, которые тоже иногда не прочь помахать кулаками. Так, в конце 2015 года белгородский врач отправил пациента на тот свет. В Перми анестезиолог избил мужчину, который едва очнулся после операции на сердце. Для медработников наказание за рукоприкладство новые поправки пока не предусматривают. Такие статьи и так есть в уголовном кодексе. Они работающие. Очень много сейчас судебной практики. Поэтому с этой точки зрения пациент защищен сейчас больше, конечно, чем медицинский работник. Чтобы лучше защитить врача, предполагается, что все заявления будут рассматривать не в МВД, как сейчас, а в Следственном комитете. А если дело дойдет до суда, то в нем будут принимать участие присяжные заседатели. Инициатива московских парламентариев уже направлена на рассмотрение в Госдуму. Если поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы утвердят, то новые правила будут действовать по всей стране. Вера Морозова, Екатерина Белова, Наталья Сидорова и Сергей Леонтьев. Первый канал. Верина. Верина. Продолжение следует...